МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За прошлые годы в Беларуси пришлось несколько разов модернизовать и пристосовывать Узбройные силы до существующих умов. У Тымлику был уличеный опыт войн и локальных конфликтов на планете, развитие техничных сродков. Не дай богу, но если мы люди военные, мы должны каждый день готовы быть к войне, если говорить с открытым текстом. А поскольку мы не воюем, а армия, которая не воюет, ну, люди опять военные, это не армия. Воевать мы не собираемся искусственно где-то там и так далее. Надо учиться здесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня ранее из Гомеля в город Кривое озеро Миколаевское в области Украины выехали три реанимобили. Гэтые машины должны забрать частку беларусов, которые на передней потерпели тут у автомобильной аварии. ДТР отбылося вчера в 6 часов ранее на 290-м километре автодороги Одессы-Киев. Микроавтобус с гомельскими номерами урезался в подъемный кран, який рухался у спадорожным на керунку. У вынику аварии потерпели 6 жахару региона. По информации, якую отрымали от украинских медиков у гомельской областной больницы, як минимум двух человек зараз перевозить нельга. У одного черпна мозговая травма, у другого перолом бедра. Рашенни по остатних гомельске медики примуть пасля агляду потерпелых на месцы. Пакуль плануется, что у гомель привязуть 4 человеки. Рані мобили оснащены усім необходным для транспортировки обсталяванням і леками. Доглядаць у дорозі за пацієнтами будуть урадши першій і высшайшій категорій. З уліком того, що одлеглоць до города Кривое в озеро складає калі 700 кілометрів, машини вернуться у гомель завтра. Механізм отлажен, у нас є необхідні сили, срецтва. На сьогоднішній день підготовлені палаты для разміщення тих пострадавших. В общем-то, ми готовы оказати помощь любого уровня нашим гражданам. У гомель починаюць уключаць отяпленья у жилёвым фонді, інтернатах і гостіницах. Уже сьогодні цяпло почні поступать у кватыры Новобелецкага і Центрального районав, а так само частки Чагуночнага района. А у суботу потяплеюць батареї у домах Савецкага района і мікрорайонагом Сельмаш. Нагадаєм, гэты процес може занять некалькі дзен. Рашэння об уключэння цяпленья у районах в області прымаюць мясцовы улады, заходячы з умов на двор'я. 85-гадовый юбилей сьогодні означає Гомельская сэтлотэхніка, створанная у 1933-м годзі для апрацованной і соціальній реабілітації інвалідів пазроку, яна і зараз паспяхово виконуває гэтую функцію. З работніками предприємства сустрівся Олег Сентюроў. От плетіння кошаків до вырубу высокотехнологічній продукцій за 85-гадов гомельская сэтлотэхніка у своїм технічному розвиті прошла великий шлях, причім дзенець предприємства не спонялась навіть працюючими інвалідами пазроку завод вывезли на Урал. Зараз непосередньо на гомельской сэтлотэхніце. Працюють 260 человек, ясце 45 на Мазарском фельдеяде. Сержавет ветерану предприємства ясар Борис Борисенко. У першиню проспроходную ян пройшов 35 годів тому. 10 мая 83-го года пришли, мы тогда делали продукція там, в общем, краны делали по кооперации с обществом глухих. Ну і... в общем, встретили даже... Был лучшим молодым рабочим даже первый месяц. Зуникам квалифікації і фізичних махтімостів роботників сьогодні на сітотехніці одночасово розвивається. Некакі на керунку в творчісті, починаючи от розпасовки тивіков і саморізів. Це сумісний проєкт з речіським метрізним заводом. Робота по сутністі низкоквалифікування, але яна дозволяє інвалідам по зроху меть постоянно заняток і додаток до пенсії. Ця рот виробляємі продукцій, святінні і садовий інвентар, але у проритеті спортивний на керунок. Кресла для спортивних об'єктів, головна продукція святотехніки, першим об'єктам, гді їх установили, став 14 годів тому Гомельський центральний стадоєн. Літосі 22 тисячі креслів поставили на Мінський стадоєн «Динамо». Сьогодні у агульному об'ємі в творчісті на спортивні кресла пропадає 50%. За минулый час їх виробили більше 300 тисяч. Причім, што год на підприємстві заявляється нова модифікація. Конкуренція на гэтам ринку достатково жорстка. Неабходна пастоянна мець махчимось пропадаваць заказчику інноваційну распрацовку. У гэтай дні підприємства виконує заказ для лядовой арені у Новополоску. Далей – реконструкція стадоєнів у Брагіні, Луніці і Смалявічах, а так само батутнага центра у Вітіпску. Па выніках минулого года у системі беларускага товаріства інвалідів по зроку підприємство отримало диплом третій ступені за якостне вирішення у творчих задач високій справданності. Да, больші об'єкті, такі як стадион «Динамо», це, надо сказати, буває крайне рідко. Випадає така честь, или такі, як Чижовка-арена, Борисова-арена. Але більшого внімання в державі стало уделяться на реконструкцію, модернізцію именно спортивних об'єктов в районних городах. Це радує. Пускай там не такі больші об'єкті, не такі денежні, які я указав выше, але, тім не мені, вони є в каждій області. В днях дядічі на достатково стіплі терміна виконання заключінних договорів сьогодні на світотехніці вирішили уністі коррективу у працівний розклад. У 13 годин на підприємстві почалися врачісті мероприємства з нагодою юбілею. Зараз існує шмат професій, у яких людзі з даріним зроком можуть працювати не горш за інших. Псіхологі, маркітологі, юристы, спеціалістів у галіні комп'ютерних технологій, што між тим не виключає необхідності заховання іспеціалізованіх водпочістів. Головна, як виробляємая тут продукція, була конкурентно здольній і рентабільній. Олег Сентюров, Ігор Маріщенка, Телерадо, компанія «Гомель». Шостага Кастричніка пройдуть шарговая суботнія промыя лінії. У гомельським Абл-Ваканкамі на сувіді буде намєснік старшыні Владімір Прывалов. Нумар тіліфона 33-12-37. Гомельчані можуть задаць пытанні намєсніку старшыні Гарваканкамі Сергію Андрэєву. Нумар 75-63-33. Час працы промыхліні з 9 до 12 годин. Навыково-практичная конференція, присвідчанная лясної господарці, пройшла у Гомельськім Дзержавному універсітеті ім'я Франциска Скарыны. Удзельніками форуму «Лясная господарка. Практика, навука, аддукація» стали більш за 30 чалавек. Гэта навыковцы, доследшіки, працтавнікі лясгасаў і студэнты. Сфера лясної господаркі ў докладах працтавліна з розных боку навуки, вытворшасці, аддукація, еканомікі і екалогія. На плінарны пасаджэнні і ў секціях спеціалісты абмерковували пытання лясоупараткавання, узнавлення насаджэнніў, технологію вырошування пасадычного матеріялу. Не засталіся без увагі праблемы аховы лясоў, паляўніцтва і радую екалогія. Дарыші проведення навыковага форума прамеркована до 15 годзя адкрыця УВНЮ спеціалністі лясная господарка. Наші студэнты, вони необычны, вони работаюць на територіях радиоактивного загрязнення, спеціфіка определённа. І не всіх нам сідах щадхат, а мы, именно выпускаем, а готовим спеціалістам с учётом этой части. Ещё хотелось бы сказати, то, що практика ориентированності именно для наших студентів очень высоко сделана. Це не то, що ми рассматрюємо зараз в інших регіонах. Здесь у нас постоянно є связи і з производственними лясо-хозяйственними, і з научно-исследовськими інститутами, які ведущий інститут лясного хозяйства знаходиться здесь. Інститут являлся активним организатором данного факультета. Академик Ипачев был такой, то його была іниціатива. Наша кранівська экспериментальна база является базовою організацией, производственные учебные практики. То есть, это про мое соединение науки с практикой. Я хочу поздравить своих коллег с таким праздником, здоровьем всего самого хорошего. И, конечно, мы хотим, чтобы получать хороших специалистов. По выниках конференции буде выдадзіны электронный сборник матеріалов. Єсторик восьмой школы Гомеля Іван Вісялов з Наставницкой сям'ї. Основная галіна семейного генеалогічного древа засталася у России. Там Наставницкую династую Вісяловых признали одной из самых протяглых. На передине Дня Наставника наш корреспондент Марина Джалая протягивает знакомить телеглядачоу с педагогами, улюбленными у свою справу. Детя, скажите, пожалуйста, кто любит историю? Я. Я. А знают, кто? Я. А десятки у кого? Я. Молодец. Почему вы любите историю? Я люблю историю, потому что история помогает узнавать о жизни людей в прошлом и разных событиях. А, это кто у тебя какая? Десять. Молодец. Иван Вясялов – историк в другом поколении. Это же предмет выкладывал его батька. У восьмой школе молодой наставник працюет четвертый год. За этот час поспел вывести для себя рецепт поспехового выкладания. Чтобы держать добрые выники, нужно постоянно заниматься саморазвитом. Цекавую информацию, якую можно захопить детей, отримливая у интернете, книгах, интеллектуальных гульнях, подорожжах. Усе гестричные факты излучаясь с сегодняшней речаисностью. Робит свои уроки наглядными, зрозумелыми, цекавыми и головные сучасными. Любовь к детям, качественная подача материала и следование современным тенденциям. То есть идти в ногу с детьми. Насколько легко заинтересовать этим предметом? Все опять же зависит от учителя, от подачи материала. И от подачи материала зависит любая наука. Любую науку можно сделать интересной. И история никогда не потеряет свой интерес. Для детей. Вы бы видели, как дети в пятом классе, когда они впервые только приходят на этот урок, с какими глазами они смотрят и слушают. Они, наверное, так телевизор не слушают. Но правда, надо уметь рассказывать. У каждого доброго наставника свои профессионные секреты, свои подоходы для детей, свои способы дать вушням трывалые веды. Герои наших пероцвяточных сюжетов, педагоги, яки у всю жизнь отдали обранные справи, и те, кто в профессии робит первые кроки. Великий сюжет, промеркованный до дня наставника, глядите у программы «Новины тыдня» неделю на телеканале «Беларусь 4 Гомель». Марина Джалая, Валерия Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Завтра семьи из шастей областей Беларуси сустренутся у финале проекта «Уладар села 2018», який пройдет в Слуцку. Усе удельники уже заявили про себя подчас районных и областных этапов. Гомельскую область представляет семья Потапенко из Режицкого района. Роман и Анастасия выховывают сына Матвея и дочку Маргариту. Подтримать представников нашего региона зараз можно у группе «Молодь Беларуси» социальной сетки в «Контакте», где проходит голосование за лепший семейный видеоролик. Древо життя, Маша и Медведь, мудрые чарапахи и собачья будка со сподорожниковой антенной. Древляные скульптуры упрыгожили территорию Мазырского доследного Алясгаса. Их автор Александр Зянько был принят на работу у организацию сего 4 месяцы тому и поспел сдевить жахару района своими незвычайными працами. С майстром познайомились наши мазырские коллеги. Тата Карла прославился дякуючу тому, что выстрогал с древа Буратина. Аля для разбера Александра Зянько дравляная фигурка занадто просто. У его руках любая частка древа перетворяется в шедевр с философским потекстом. Глядячи на древо життя, для подножия якого разместились мудрые чарапахи и не веришь, что это былая корч. У руках мастера самовучки она стала соправным твором мастатства. Сам он каже, что до працы подыходят серьезно, аля одночасово с гумором. Так у собачи бутсы з'явилась с подорожниковой телебачення. Фантазии приходят, когда ты только вдохновляешься, когда ты начинаешь в процессе работы. Срабатывает просто как-то фантазия. А перешел я на... опробовал бензопилой. Это, как объяснить, это такой адреналин. Просто сам иногда смотришь на вещи, не знаешь, что можно с него сотворить. Просто отсекаешь лишнее и что-то вырисовывается. И, конечно, это такой вот интерес до такой степени появился, что невозможно остановиться. Усих работ белорусского самородка не злечить. И они размещены у разных районах Гомельской области. Упрыхоживают и Овцюки, и малую родимую Александра на Раулянске край. Задумок очень много. Я более уже осваиваю лица. Я с Томецками не работаю. Придется, конечно, учиться, экспериментировать. Даже взять этого медведя, он у меня буквально за сутки вырезается. Хочу просто сделать в дальнейшем ангела. Как-то побольше статуи, чтобы оставались как-то в городе Мозыря, в парковых зонах. Як заправдный мастак Александр Зянько марить про персональную выставу. А я еще про дом, побудованный своими руками. Гэта у будущині. А пакуль для его головная дарить радость людям. Вікторая Сидницкая, Светлана Грудько, Юрий Горобец. Телеканал Мазыр. Специально для телерадио компании Гомель. У Центральной городской библиотеки Цимия Герцена открылась выстава интуитивного живопису «Космос сердце». Ее автор вядомая гомельская мастачка Святлана Колоскова-Чаплинская. У апошнія десятигодзі интуитивный живопис становиться все больше популярным. Он з'является сродком спонтанного творчого самовыявлення для починающих и профессийных мастаков. Гэта стиль не продугледжевает певных правилов и канонов. Все, что треба автору, довериться своим почутцям, успреманням, мачуванням и уласному внутреннему свету. На выставе у Гомеля представлено колед 20 работ, выконанных окрылом и аллеем. Картины наполнены яркими вобразами, які дають свободу фантазии глядачам. «Когда художник подходит к полотну, он обязательно знает, что он будет творить, что он будет рисовать. То есть это будет портрет, пейзаж, натюрморт или еще что-то. В интуитивной живописи такой задачи нет. Вы садитесь и начинаете играть и творить. И только потом вы уже начинаете высматривать или извлекать вот эти образы, которые там образовались. То есть дальше люди уже начинают в эту игру играть сами. Гэты и иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресі www.tvrgomel.by Далей у эфиры де-факто и спортивный огляд. Я же с вами развитываюся. Всего доброго и до встречи у эфиры. Вы смотрите де-факто в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Гамильчанин в приступе ревности до смерти избил сожительницу, как оказалось кулак мужчина применил не впервой, да и потерпевших от него несколько. В ходе расследования дела следователи выяснили, что мужчина часто избивал потерпевшую. Однако женщина ни разу не обращалась в милицию или к врачу. Так, за несколько дней до убийства соседи видели, как обвиняемый начал бить свою сожительницу прямо в подъезде дома. Продолжение последовало в квартире. По версии следствия, все истязания мужчина совершал в нетрезвом состоянии. При проведении психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что наш обвиняемый вменяем может самостоятельно отвечать за свои поступки. В состоянии аффекта он не находился, однако выявлена у него зависимость от хронического алкоголизма. Также при изучении личности обвиняемого было установлено, что он уже ранее был судим за истязание и причинение тяжких телесных повреждений своей матери, за что отбывал наказание в местах лишения свободы. Расследование уголовного отдела завершено. Его передали прокурору для направления в суд. Мужчина обвиняется по двум статьям. Истязание, совершенное ранее судимым за аналогичное преступление и убийство с особой жестокостью. Прошлой ночью в Петриковском районе на пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло в частном доме в деревне Бабуниче. К моменту прибытия спасателей уже обвалилась крыша дома и рушился потолок. Во время тушения пожара звенок газодымозащитной службы под завалами обнаружило тело хозяина дома. По факту гибели человека следственно-оперативной группой проводится проверка. Одна из рассматриваемых причин пожара неосторожное обращение с огнем при курении. В Ужлобинском районе поймали похитителя соломы. Мужчину с поличным остановили сотрудники ГАИ. Как оказалось, сам он работник местного агропромышленного предприятия, с которого и похитил рулон соломы. Пояснил для личных нужд. Похищенное изъяли. Мужчине грозит штраф от 10 до 30 базовых величин или административный арест. А в Гомельском районе госавтоинспекторы остановили автомобиль, в котором при осмотре обнаружили 200 литров дизеля. Топливо перевозили в багажнике без сопроводительных документов. По факту проводится проверка. Таков обзор происшествий. К этому часу оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В экстралиге хоккейного чемпионата Беларуси состоялись очередные поединки. В сопернике представителям нашего региона достались лидеры турнирной таблицы. Злобинский Металлург в Солигорске играл с местным шахтером. В первом периоде хозяева создали задел в две шайбы, который сохранился до финальной сирены. 4-2 победа горняков в составе Столиваров отличились точными бросками Егоров и Кунцевич. Гомель на домашнем льду принимал юность. Тут тоже хозяева завершили первую треть поединка в свою пользу. Наревенко и Житких вывели Рысей вперед. Второй период проходил уже под диктовку гостей. Менчане трижды поразили хозяйские ворота, отличились Дрозд, Лопачук и Антонов. Заключительная треть также осталась за юностью. На две шайбы Стефановича и одну Лопачука хозяева ответили точным выстрелом Яронова. Три-шесть Гомель потерпел поражение в турнирной таблице. Гомельчане по-прежнему третьи. Металлург располагается на седьмой строке. Охрана Динамо и Дорожник открыли игровую программу четвертого тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Итог встречи двух столичных коллективов решил точный удар Скворчевского на 28-й минуте. Дорожник победил 1-0. Сегодня выясняют отношения Бориса в 900 и Витен. Четыре поединка состоятся завтра. Два из них пройдут в Гомеле. В 13.00 на паркет спорткомплекса Локомотив выйдут БЧ и Столица. В 16.00 спортивный вечер продолжат ВРЗ и УВД Динамо. Светлогорский ЦКК в четвертом туре также играет дома соперник Микошевичский Гранит. В еще одном субботнем поединке сойдутся Брест и столичная территория. Завершится четвертый тур в воскресенье В 24-м туре чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги Гомель сыграет с серигорским шахтером. Матч состоится завтра на поле стадиона Центральный стартовый свисток прозвучит в 18.00. В турнирной таблице зелено-белые располагаются на девятом месте Горняки на втором. В первой лиге футбольного чемпионата страны в грядущий уикенд состоятся поединки 25-го тура. Светлогорский химик наведается в гости к новополоцкому Нафтану Локомотив на выезде сыграет с ближайшим соседом по турнирной таблице Гранита. Команда разделяет только один балл Гранит на строку выше железнодорожников. ЮАЗ ждет в гости в Мозырскую Славию. Этот поединок состоится не 6 октября как было запланировано а днем позже. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.